Поминание лучше мольбы. Поминание – восхваление Всевышнего Аллаха посредством его прекрасных качеств, милостей и имен. Тогда как мольба – это просьба раба об удовлетворении какой-то своей потребности. Разве это одно и то же? Поэтому при обращении к Аллаху с мольбами желательно начинать с восхваления Всевышнего Аллаха и только потом обращаться к Нему с мольбой. Об этом упоминается в хадисе Фудали ибн Убайда о том, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, услышал, как один человек обращается с мольбами к Аллаху во время молитвы, не воздав Аллаху хвалу и не призвав благословения на пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал «Этот поторопился». Затем он позвал его и сказал ему или же он сказал это кому-то другому. Когда любой из вас молится, пусть начнет с прославления и восхваления Господа, потом призовет благословение на пророка, а потом уже просит, о чем поживает. От Тирмези Абудаут. То же самое можно сказать и о мольбе, с которой пророк Юнус, мир ему, обратился ко Всевышнему, о чем упоминал пророк, мир ему и благословение Аллаха. Мольба моего брата Юнуса, когда бы ни обратился с ней к Аллаху, попавший в беду, Аллах непременно пошлет ему избавление. Нет божества, кроме тебя, причист ты, поистине я был одним из несправедливых. А в версии от Тирмези говорится, мольба, с которой обратился обладатель рыбы, пророк Юнус, мир ему, находясь в утробе кашалота, нет божества, кроме тебя, причист ты, поистине я был одним из несправедливых. Когда бы ни обратился мусульманин к Аллаху с этой мольбой, он непременно получит ответ на свою мольбу. От Тирмези Ахмад. Такими были все мольбы посланника Аллаха. Да благословит его Аллах и приветствует. Сюда же относятся слова пророка, мир ему и благословение Аллаха, в мольбе, с которой следует обращаться к Аллаху в беде. Нет божества, кроме Аллаха, великого, выдержанного. Нет божества, кроме Аллаха, великого Господа трона. Нет божества, кроме Аллаха, Господа небес, Господа земли и щедрого Господа трона. Аль-Бухари, Муслим, Ибн Маджа. Аль-Бухари, Муслим, Ибн Маджа. Аль-Бухари, Муслим, Ибн Маджа. Аль-Бухари, Муслим, Ибн Маджа. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сообщил о том, что если мольба предваряется восхвалением и поминанием Аллаха, то она не останется без ответа. А также о том, что посредством упоминания великого имени Аллаха, раб Аллаха имеет больше шансов достичь успеха в своем обращении к Аллаху с мольбами. Это еще одно полезное свойство поминания Аллаха и восхваления его. Они способствуют получению ответа на мольбу. Мольба, который предшествует поминания и восхваления Аллаха, лучше и имеет больше шансов не остаться без ответа, чем просто мольба. А если сюда добавляется сообщение раба Аллаха о своем положении и своей потребности в Господе и признании его милостей, то у взывающего еще больше шансов получить ответ. И эта мольба еще лучше, потому что в таком случае раб Аллаха ищет приближение к нему посредством упоминания его совершенных качеств, его благодеяния и милости. И в добавление к этому намекает или говорит открыто о своей потребности в нем и неспособности обойтись без него. Это как раз то, что требуется от него. И упоминаемое описание того, кому обращаются, приличествует Аллаху и подходит для него. И когда соединяется в мольбе то, что приличествует просящему, и то, что приличествует тому, кому взывают с мольбой, то это выразительнее и лучше. И в этом случае знание и подчиненность Аллаху, обудия, полнее. Ты, например, видишь, а Аллах, разумеется, ни с чем не сравним, что когда человек, желая, чтобы кто-то сделал ему добро или оказал услугу, ищет приближение к нему посредством упоминания о его великодушии, щедрости и доброте. А потом упоминает о своей нужде, потребности и неспособности обойтись своими силами. То это лучший способ смягчить сердце того, кому человек обращается. И в этом случае больше шансов получить желаемое. Если человек скажет ему, мол, о твоей щедрости известно всем, и милость твою невозможно отрицать. Меня же нужда одолела настолько, что уже нет сил терпеть. И так далее в том же духе, то у него больше шансов обрести желаемое, чем если он сразу скажет, мол, дай мне то-то и то-то. А теперь подумай над словами пророка Мусы, мир ему, который сказал в своей мольбе, Господи, поистине я нуждаюсь в любом благе, которое ты не спошлешь мне. Сура рассказы, аят 24. А пророк Юнус, мир ему, сказал в своей мольбе, нет божества, кроме тебя, причист ты, поистине я, был одним из несправедливых. Сура пророки, аят 87. А наш праотец Адам, мир ему, сказал, Господь наш, мы поступили несправедливо по отношению к себе, и если ты не простишь нас и не смилостивишься над нами, то мы непременно окажемся одними из оставшихся в убытке. Сура преграды, аят 23. Абубакр Ассиддык, да будет доволен им Аллах, передает, что он попросил посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, научи меня мольбе, с которой я мог бы обращаться к Аллаху в молитве. Он ответил, говори, о Аллах, поистине я совершил великую несправедливость по отношению к себе, и не прощает грехи никто, кроме тебя. В этой очень важной и достойной мольбе соединено признание своего положения и приближение к Господу посредством упоминания о его милости и щедрости, а также о том, что только он прощает грехи, а после этого приближения к Аллаху указанными двумя способами, он уже просил, о чем желал. Таков этикет обращения к Аллаху с мольбой и подчиненности Аллаху. Обудия.